всем привет меня зовут людмила это канал сама себе хозяйка хочу поставить тесто на хлеб сюда налила пол стаканчика водички теплой комнатной добавлю ну чайная ложка сахару сюда дрожжи вот сырые грамм 25 наверно эти дрожжи хорошие еще маленько добавлю те не буду кусочек останется так сюда и ложки 3 таких деревянных и подобьем опару поставим сейчас теплое место минут на 15-20 можно еще муки вот так что погуще было сахар растворился пускай подходит я поставлю меня печка топится на каменочек на тепленький поставлю я готовлю муку просеиваю на стол чтоб сразу готовую брать и всыпать нашу опару я взяла вот такой таз сюда наливаю это полтора литровый ковшик но здесь литр теплой воды сразу наливаю воду солю ну вот такую хорошую жменю я люблю чтоб хлеб соленый было непрестный вот опара наша видите как она подошла взяла шапкой такая хорошая мы сюда выливаем соль растворим все должно быть теплым раньше было у меня пластиковое ведро из-под селедки я всегда заводила хлеб ну дно треснуло теперь у меня есть вот такой солочек сосед не сделал еще в 90-х годах представляете не жалко выбросить его вы мою опять пользую берегу соседа уже давно нет а память о нем осталось и вот сюда на глаз пока высыпаю примерно этот наберу запас все и руками смотрю по консистенции какую мне надо раньше я все делала на глаз все у меня получалось с первого раза я уже я глаз был набит сразу все ну и это как раз нормально попало вот такой вот так я вот это замешу и оставлю в таком виде ну еще попутно вот поставила компот варить это уже будет с хлебушком как раз у нас ты пока хлеб у меня спечется хлеб видите как я закутала вот шубой вот этой пледом вначале пледом полотенцем пледом а потом сверху вот этой без рукавкой шубой все примерно час он будет стоять пока не подойдет сейчас будем смотреть что с нашим тестом открываем маленько продевали намочить руку сейчас я его подо мной и ждем второй раз подъем формируем первую руку формируем первую руку подсыпаем мукой чтобы она не залепала у нас вот разделили на три части до конца не прорезаем так видно вам нет и начинаем заплетать заплели вот такую косу видно вам все вот эту косу убираем формочку укладываем ее так вторую булочку сделаем вот так вот как бы подворачиваем и себя и складываем первое второе третье четвертое пятая таким образом ну там было у нас три косички 3 полосочки здесь сделаем 2 до конца также не прорезаем и заплетаем просто вот так вот заклили на два раза и формочку вот так вот получается хлеб поднялся у меня видите какой сравнялся с краями все я ставлю его в духовку на 220 градусов